Да, мы оформляем договоры займа. Так удобнее и для вас, и для компаний. Поздравляю вас, вы стали нашим инвестором. Теперь ваше будущее в надёжных руках. Вот он подъехал. Вижу. Якубов Эдуард Юрьевич. Они работают. Добрый день. Клиентов гораздо больше. Спасибо. Большое спасибо. Что мы можем сейчас делать? Пока ничего. Только наблюдать. Субтитры добавил DimaTorzok 4-8-6. Вы понимаете, я... я даже не поняла, как... как это всё случилось. Она всё время смотрела мне в глаза. Гипнотизировала. Это они умеют. Точно. Точно. Точно, гипнотизёрша. У меня даже, знаете, в голове какой-то туман стоял. И вы отдали все деньги. Вот всё. Всё. Так она же говорила, не отдашь. Беда будет с мужем, особенно с сыном. Я вас понимаю. Вы хорошо запомнили, как выглядела та женщина? Очень хорошо запомнила. Будьте добры. Вы поможете мне правильно составить заявление? Конечно. Конечно. Так, разрешите? Простите, как вас зовут? Меня Галя. Галина Евгеньевна. Очень приятно. Максим Сергеевич, старшую оперуполномоченной. Ой, здрасте. Галина Евгеньевна, послушайте меня. Цыганка у вокзала предложила вам погадать и выманила у вас деньги. Со стороны это выглядит так, как будто вы сами ей всё отдали. Да что вы. Она же меня пугала. Я бы... да я бы в жизни никогда ей ничего бы не... Да, это мы понимаем. Но факт преступления доказать очень трудно. И потом, вы уверены, что отличите цыганку от десятка таких же других? Вы не хотите её искать? Ну, конечно, мы хотим. Мы найдём её и задержим. А потом отпустим. Как это пустите? С отвращением. Потому что и вам, и нам это будет крайне неприятно. А доказать её вину практически невозможно. Это я говорю для того, чтобы вы понимали наши перспективы. А что же мне это делать? Послушайте, Галина Евгеньевна, у вас сейчас есть возможность за неделю-другую забыть это неприятное событие. А если вы подадите заявление, вам будут постоянно о нём напоминать. Дёргать вас на всякие опознания, очные ставки. Зря потратите нервы и время. Эта мошенница будет ходить и смеяться надо мной. Да не будет она смеяться. Такие жулики всегда плохо заканчивают. А вам знаете, что надо? И что? Запомните сами и передайте это своим друзьям и близким. Никогда не подходите к этим людям, не заговаривайте с ними и не смотрите им в глаза. Вы так думаете? Поверьте, этот опыт станет для вас важнее, дороже, чем потерянные вами деньги. Да, спасибо. Не за что, вам спасибо. Да нет же, понимаете, добрый совет, внимание к чужому бою. Это так же важно, это так редко бывает. А у нас вот, пожалуйста, всегда рад. Как выход на день, знаете? Да, спасибо большое. Всего доброго. Ой, ещё раз спасибо. Спасибо вам ещё. Вот видишь, всё вежливо, культурно. Клиент уходит довольный раз, совесека нет. Красавец, красный Копперфилд. Вообще-то это хищение путём обмана, а вы отказались принять заявление. Во-первых, если ты заметил, я не отказывал. Отказалась сама заявительница. Ещё спасибо сказала. А во-вторых, я не соврал ни одним словом. Да как на исповеди. Макс висяк, стопроцентный висяк. А в-третьих, я показал тебе, как работать с заявителем не для того, чтобы слушать твоё мнение. А зачем тогда? Дед, объясни зачем? Видишь ли, Ремезова, наш лучезарный и бесподобный, хотел сказать, что у нас есть дела, где мы реально что-то можем. Вот их и надо делать. От висяков Ремезова. Надо тактично избавляться по предложенной тебе схеме. Товарищ майор, я правильно излагаю? А, потому что висяки это... Да, потому что висяки это и гражданам нервы, и нам, и эморой. Вот так. Спасибо. Я поняла. А раз поняла, вот тебе оперативное задание. По делу, в котором мы реально что-то можем? По делу, в котором будешь делать, что я тебе скажу. Есть лидентурные данные, что на Олимпийском открылась одна мутная контора, НТП. Название и логотип подозрительно напоминают одну известную фирму. Короче, прогуляйся туда, разведай обстановку. Но негласно. Что такое негласно, понимаешь? Не представляться сотрудником. Умница. Максим Сергеевич, вы меня совсем за идиотку держите? Не совсем. Макс, я вот подумал. Слушай, не слишком мы запрессовали девчонку, а? Ну, все-таки заявился я неплохо и раскрытие есть, а ты гонишь ее по разным пустякам. Дед, а ты прав. Что-то мы загоняли нашу принцессу. Давай-ка позвони, дай ей отбой. А сам, мелкорысью, слетай на Олимпийский. Информацию-то все равно проверять надо. Ну, а с другой стороны. Ну, разбежалась девчонка, так и пусть бежит, правда? Я тоже так думаю. Звучит заманчиво, но уж больно смахивает на финансовую пирамиду. Ну что вы, это у вас какие-то мрачные воспоминания детства. А финансовые пирамиды – это пустышки, за ними ничего не стоит. А наш холдинг занимает ведущие позиции в одной из самых доходных сфер производства. Проектирование и строительство нефтепроводов. Серьезно? Еще бы. Заказы в Европе, в Африке, в Южной Америке. Можно взглянуть на документы. А какие вас интересуют документы? Свидетельство о регистрации, лицензия. Пожалуйста, на стене напротив, вы можете все прочитать. Ну, это копии. А оригиналы? Оригиналы хранятся у директора. Если, скажем, вы подъедете завтра, то сможете его застать в первые половины дня. А вы на какую сумму хотите сделать вклад? Я пока не решила. Я еще заеду на этой неделе. Будем рады вас видеть. Спасибо. Смотрите, по условиям договора вы не можете снять деньги раньше, чем через год с момента подписания. А у вас прошло менее трех месяцев. Как же так? А в вашей рекламе говорили, что можно забрать, когда захочешь все деньги. Это другой тип договора. А в вашем случае забрать нельзя. Но зато и процент выше. Ничего себе. Ядрит твою, ну ни черта не поймешь. Обещают одно, а делают все другое вашу мать. Простите, а что у вас случилось? Что? В машине-то здесь сидят. Вот что случилось. Да, тут все верно. По договору вы деньги только через год можете забрать. А не говори, в любой день заберешь. Да я бы и не снимал, но внуку надо на учебу. Но вы когда договор подписывали, не перечитывали? Я и так плохо в очках-то вижу. Они как нарочно, миленькими буковками написали. Ну я и поверил, старый дурак. Поверил. Обманули. Облапошили. Почему у нас все люди обмешурить друг другу хотят? Почему у меня такого желания никогда не было? Ну, то ли это от родителей все зависит. Моя мать была такая набожная, она все время мне говорила, не лгей, не воруй. А они, они в церковь ходят, детей крестят. Бога не боятся. А вы, девушка, совестливая. Почему вы так решили? Я хоть мелкие буковки не разбираю, а по глазам вижу. Вы юрист? Так, чуть-чуть. Слушайте, я хочу заявить на этих мазуриков. А чтобы заявить на мошенников, у нас куда надо идти? Послушайте, Сергей Петрович. Да. Сейчас у вас есть возможность через неделю-другую забыть это неприятное событие. Как забыть? Деньги-то мои там! Забыть! Но договор они не нарушили. Факт мошенничества будет доказать очень сложно. А своим заявлением вы ничего не добьетесь. И вам лишние нервы, и нам, то есть полиции, геморрой. Геморрой это очень плохо. А чтобы геморроя не было, надо этой полиции бегать и бегать, а не протирать штаны. Нефть, нефтранзитпроект, язык сломаешь. Я мимо них на работу езжу, Макс. Это на Якиманке. Нет, это на Олимпийском проспекте. То-то и странно, совершенно другая контора, а маскируется как двойник этого знаменитого НТП. Угу. Есть у вас еще что-нибудь? С виду очень солидная организация, но вообще-то там все довольно подозрительно. При мне один дедушка хотел деньги забрать, а ему отказали. По договору можно только через год, а он понятия не имел. Он вообще на них заявление подавать хотел. Так, что мы имеем? Сходство с известной компанией, которая занимается нефтепроводами. Высокий процент оригинала документов не показывают. Вводят доверчиво гражданам в заблуждение. Что-то очень знакомо. Господи, Сережа, ну что ж такое-то? Ну как же мы, как же мы теперь будем-то? Господи! Сереженька! Все деньги, ну это же, это же нужно было, все деньги, все деньги туда вложить! Я же говорила! Я сколько раз тебе говорила! Ну я, я думал еще месяц и всю. Мам! Максим, уйди отсюда! Ты издет у вас ездил? Сколько они работают? Они работают третий месяц. Налицо все признаки финансовой пирамиды, значит закончат они, как все эти МММ Тибет и Гермесы. Тысяча людей останутся без денег. Не понял, с чего это вдруг нефтяные бароны занялись мелким мошенничеством? Да это не они, какие-то жулики, срисовали их логотип, назывались их именем и тихо метут бабло. Заявление есть? Потерпевшие? Нарушение закона есть? Пока нет. Да в том-то и подвох. Пока они закрылись, предъявить им нечего. Всегда в подобных случаях организаторы успевают скрыться, причем с деньгами. Но если подготовиться провести оперативную разработку, прослушку, наружное наблюдение за их дирекцией, бухгалтером, отследить банковские счета. И прямо сейчас, да? И все силы на них бросить, и наружку, и оперов. Ну не все, но мы можем опоздать. Вот и займись своими делами, и без наружки. Меня сейчас волнует работа по реальным уголовным делам. Что с фальшивыми автокредитами? С молдаванскими строителями? Что с ювелирным делом? Мы работаем по плану. Не вижу. Под пирамидой ты увлечен, аж глаз горит. А по отдельным поручениям следствия полный застой. А вот за них я с тебя буду спрашивать в первую очередь. У меня своих сил недостаточно. Слушай, я каждый день это слышу по нескольку раз, от всех. Напрягись, ищи резервы. Я же не запрещаю тебе заниматься разработкой, но не в ущерб поручениям следствия. Решите идти заниматься поручениями? Иди. Приятного аппетита, товарищ полковник. И тебе того же. Где этот мужик, который хотел подавать заявление? Где он? Не знаю. Он же хотел подавать на это вживое ЛЖНТП. Я отговорила его. Адрес хотя бы телефон взяла? Нет. Так у него шансов никаких, меньше чем у той женщины. Зачем ты это сделала? Так вы же сами сказали, что это висяк. Пора понимать своими куриными мозгами. Мне без давления руки связаны. И без уголовного дела людей не дают. Максим Сергеевич. Ну, нам же Шаров разрешил своими силами, правильно? Время у нас есть. Пирамиды-то завтра не накроются, они еще бабла не нарубили. Дед, хоть ты не зли меня, ладно? Своими силами несколько месяцев мы их пасти не сможем. Ну, а выход-то какой? Какой выход-выход? Какой выход? Да не реви ты! Я не реву. Со мной все в порядке. Со мной нет, со мной не все в порядке! Я вижу! Видит она. При правильном подходе мы такие дела на раз-два-три можем раскрывать. Но не с такими сотрудниками! Вот они! Свои силы! Много мы наработаем! Максим Сергеевич, позвольте здесь эти искупить, оправдать. Хорош придуриваться! Как фамилия директора этой конторы. Только не говори, что ты ее тоже не записала. Якубов Эдуард Юрьевич. Меньше трагизма в голосе. Якубов. Что-то знакомое. Ну да. Вроде был такой фигурант. Так, дед. Пробей мне эту контору. Регистрация, лицензия. Кто такой этот Якубов? Имеет ли отношение к нефтянке? Утри сопли нашей белоснежки подключи к работе. Похоты выше крыши! Ну, видишь? Он и на меня орет. А что он на меня взъелся? Что я ему такого сделала? На них Ремезов, Ремезов. Ремезов, а ты тут ни при чем. У него свои мотивы. Личные. Чтоpla Parks все равно. Т-русов? Т-русовая задница? Сказочная жаба. Чем знаменит? Известный мошенник. Начинал каталой, был судим. По ряду дел вывернулся за недостатком улика. Теперь эту пирамидку открыл финансовую. Да ладно тебе, они еще бывают? Людоеды еще бывают. В твоей же газете об этом пишут. Читаешь нашу газету? Используй иногда. Короче, каждый день из жизни этой сказочной жабы и его пирамидки, это десятки обворованных людей. Это с каких это пор ты стал такой сердобольный? Людей жалеть начал. Тебе-то какая разница? Дает, бери. Вам эксклюзив, нам резонанс. Да какой тут резонанс, Максим? Явная заказуха. Великого скандала не будет. Правда, материальчик проходной. Ладно, солью в интернет. А ты, Миша, меня сильно разочаровал. Ладно, беру. Но только из личного уважения. И в надежде на будущий эксклюзив. Недавно бы так. Ну что? Все в порядке. Макс, скажи, а ты уверен, что нам это нужно? Дед, с этой минуты мы переходим на круглосуточный режим работы. Максимушка, имей в виду, еще два дня и я у тебя калею. Вот именно поэтому я только что сократил сроки нашей работы. Как? Так. Ускорил реакцию. Почему бездействовали? Я же сказал, работать с ними. Определить организаторов, держать на контроле. А с подносом нефтяные бароны пенсионеров обувают, как в девяносто четвертом. Артем Дмитриевич, я же говорил, что это никакие не бароны, а жулики не имеющие никакого отношения к нефтянке. Какая черту разница? Журналисты пишут вон про НТП. С утра уже министр звонил из Думы, из администрации президента, а мне вон к генералу на ковер. И те же вопросы ко мне. А на улице что творится, ты видел? Сегодня утром возле этого нефт-транзит проекта люди Якиманку чуть не перегородили. Ты телевизор-то хоть смотришь? Все-таки странно, что столько газет и сразу. Да не все и не сразу. В позапрошлый понедельник одна или две написали, а в пятницу он уже все. Но мы все-таки что-то делали своими силами. Да. Уже началось. Уже началось. Уже началось. Уже началось. Поздно, Гоголев. Упустили вы свой шанс. Похоже, уже вскрывают твою пирамиду. Я же говорю, Доркевич, второй день на работе не появляется. Не отвечает на звонки. А вы что, не знали, что вы в поддельной фирме работаете? Мы просто делали свою работу. Выполняли распоряжение руководства. Обо всем знал только Якубов. Его и спросите. Граждане, господа, мы в очередной раз вынуждены заявить, что компания «Невскранзитпроект» не имеет никакого отношения к преступной деятельности мошенников, которые прикрывались нашим честным и добрым именем. Якубов, конечно, исчез. Судя по всему, они были готовы, потому что ничего существенного ни на дисках, ни в документации не обнаружено. Денег на счетах нет. Четыре тысячи вкладчиков подают судебные иски. Причем некоторые из них на настоящую фирму НТП. И во всем этом виновата и я. Потому что я отговорила первого потерпевшего подавать заявление, чтобы у нас не было лишнего демороя. Можешь не рассказывать, я все это и так знаю. Значит, я опять делала бесполезную для вас работу. И опять одна. Потому что вы с Юрием Васильевичем все время где-то пропадали. Ремезова, бесполезной работы не бывает. Каждый сотрудник выполняет поручения, соответствующие и опыту, и квалификации. По-моему, у всех сотрудников, независимо от квалификации, нулевой результат в этом деле. Все сказала? Почти. Тогда собирайся и пойдем. Куда? Раз уж у нас с тобой одинаковый нулевой результат, можем теперь поработать вместе. Позвони домой и скажи своим, что у тебя до утра сверхурочное задание. А вы своей жене уже позвонили? Она в отпуске. А вы отпуск не вместе проводите? Тебя это не касается. Я ее понимаю. С какой это статью у меня сверхурочное задание? Потому что у нас есть работа, которую мы должны делать своими силами в свое личное время. Потому что вы так решили? Да. А почему бы вам не взять Макеева? Зачем я понадобилась вам со своими куриными мозгами? Потому что Макеев старый, толстый и ленивый. А мне нужна стройная и быстрая, которая делает работу не из-за денег, а из-за любви к человечеству. Но тогда человечество сегодня в пролете. Потому что стройная и быстрая не желает подчиняться человеку, который не отвечает за свои слова и у которого всегда какие-то свои личные мотивы. Чего? Юрий Васильевич? А куда он поехал? Домой. И вообще, кто тебе сказал про мои личные мотивы? Сама догадалась. Вы ничего не делаете, если вам не выгодно. Да? Ты так думаешь? Да, я так думаю. А если вам не нравится, можете, можете меня уволить. Не сейчас. Ты мне действительно сейчас очень нужна. А вы мне не очень. Ну, хочешь, я извинюсь перед тобой. Вы? Не верю. Прости меня, Ксения. Я был неправ. А я все равно не верю. Просто я вам действительно нужна. Да уж не до такой степени. Да? А тогда зачем вы меня сюда притащили? Просто понимаешь, Ксения, у меня жуткий недосып. Я устал. А взял от тебя для того, чтобы ты не давал мне спать своими клопастями. Понятно тебе? Ах так. Ну, все, с меня хватит. Тихо, тихо, тихо. Тихо, слева, слева. Не верти башкой, только глазами. Кто это? Знаешь? Якубов? Я его две недели пас. Вместе с Васильичем. Еще до того, как рухнула пирамида. Он уже две хаты сменил. С кем ты встречался? Да в том-то и дело, что никаких деловых встреч. Только частные. А если он собрался сбежать из города или из страны? Тогда будем брать. Если, конечно, кто-то раньше его не возьмет. Оружие при себе? Да. Беги! А вы? Беги, твою мать! Стоять, полиция! Бросай оружие! Оружие на землю! Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Максим Сергеевич. Нефть, транзит, проект. Служба безопасности. Я так и понял. Удивил ты меня, Максим Сергеевич. Это вы меня удивили. Один только Якубов не удивился. Освинтил от нас обоих. Еще не вечер. Уже ночь. Так давайте объединим усилия. Вам нужен Якубов? Или доказательство того, что финансовая пирамида создана, чтобы скомпрометировать нашу компанию. Это правда? Да. Не ради того, чтобы обмешурить бедных вкладчиков? Шутишь. Вкладчики. Чепуха. Какие-то 200 миллионов рублей. Афера задумана ради тендера на постройку крупнейшего нефтепровода в Южной Америке. Скандал подрывает наши позиции. Западная пресса пишет о сомнительной финансовой деятельности НТП. Мы проиграем тендер. А это 3 миллиарда долларов. Как минимум. И кто это все устроил? Конкуренты. Одна крупная международная компания. Знать о которой тебе, впрочем, совершенно не обязательно. А твои вкладчики, пыль, расходный материал в чужой игре. Я все думаю. Все понять не мог. Почему столько газет сразу? Все было проплачено заранее. Вот поэтому нам и нужен Якубов. Отмыться хотите? Если успеем. А как ты его нашел? Я профессионал. У меня свои методы, и они работают. Все дилетанты не путаются под ногами. Ну, не такие уж мы дилетанты. Найдешь Якубова, тебе сто тысяч евро. Получишь его признание, и еще столько же. Это наши методы. И они тоже работают. Ты где? Максим Сергеевич, вы живы? Нет. Автоответчик с тобой разговаривает. Ты где? Я здесь. Я здесь. Какое совпадение? Улица, дом какой? Мирский, перевод 4. Веселенький у тебя вид. Бежала. Споткнулась. Боже мой, зачем ты тебя вообще с собой потащил? А чтоб я вам спать не давала. Кто это были? Бандиты? Можно так сказать. А почему же вас не убили? Да тебе не повезло, Ремезова. Не убили. Даже еще кучу бабла обещали, если я Якубова поймаю. А вот обломитесь. Не поймаете. Ну посмотрим. Я еще одну перлогу знаю. На Ярославке. Но мне нужно-то всего на полчаса. Так что пока есть шанс не сдаваться. У меня теперь вот такой личный мотив. А я с вами никуда не поеду. Ну не надо. Ты мне уже не нужна. Зря тебя вообще с собой взял. Якубова искать тебя пришлось. А я с вами не поеду, пока вы не извинитесь. По-настоящему. За все оскорбления. За все. Слушай, ты когда падала, не по школе треснулась. Я тебе сказал, ты мне не нужна. Ясно? Сейчас отвезу тебя к папке с мамкой. Садись в машину. У меня времени мало. Значит, я вам не нужна. Абсолютно. И он вам тоже не нужен. Он собирался пересесть в эту машину. Вообще, как ты его поймала. А я стройная и быстрая. И работаю не ради денег. Я из любви к человечеству. Абсолютно. Если бы это был мужик, я бы убежал. А это как за пищей полиции. У меня чуть сердце не оборвалось. Сдуру. И пальнуть может. Это мой. А вы ведь так и не извинились. Я извинился. Нет. А я тоже не слышал. Чего? Окна открыть. Пожалуйста. Максим Сергеевич, ему вроде и вправду нехорошо. Так, у тебя его мобильник. Быстро открючай батарейку. Быстро, быстро. Лекарства достать. В карман лекарства достать. Максим Сергеевич, остановиться надо. А мы уже приехали. Вроде кого. Мне тоже показалось, но они свернули. Зачем мы здесь? Вызовем в всякий случай поддержку. Про задержанного ни слова. Что вы делаете? Сейчас лечиться пойдем. Максим Сергеевич, ему же плохо. Ну пока хорошо. Плохо тем, кого мы без денег оставим. Пошли. Нет. Я кричать буду. За яздом следи! Кричи, кричи. Сейчас ты мне правду будешь кричать. Это я тебе обещаю. Пойдем. Пошли. Это Ремезова. Нужна помощь. Срочно. Свяжитесь с землей. Кто нанял тебя? Кто заказал пирамиду? Где счета? Где деньги? А ты все? Больше вопросов нет. Сдашь заказчика, пойдешь свидетелем. Это называется сделка с правосудием. Что вы, Максим Сергеевич. Бог меня уже не простит. Стоит ли искать милость от правосудия? Бога вспомнил. Хорошо. Иди сюда. Хорошо. Хорошо. Вы что? Все просто. Один шаг и тебя нет. Нас здесь не было. Самоубийство. Ну давай. Давай. Смелее. Мертвый-то ничего не скажет. Подходит с человеком по-доброму, не понимает. Это было по-доброму? А будет по-злому. Думаешь, отмотать пять лет. Потом условно досрочно. На свободу богатым и счастливым. Там люди серьезные. А у меня семья. Детишки. За деток боишься. Помнишь девочку? Ей двенадцать. Я нашел ее. Она может и показания дать. И тогда мать твоя, старушка и детки твои все про тебя поймут. Вы не сделаете этого. Ты стольких людей по миру пустил. Никого не пожалел. Я заплачу. У меня много есть. Заплатишь. Заплатишь. Управление все аккуратно запишешь. По всем пунктам. Вопросы помнишь? Помню. Запишу. Так вы мне обещайте. Да. Здесь кто-то есть. Я его не вижу. Поняла. , кто вел слово? Тusta нести тебя. На авторame! Давай! Давай! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Дыши, дыши, гад, сука, дыши! Я тебе потом сам придушу. Давай, давай, дыши, ну дыши ты! Сука. Вам за него, правда, деньги обещали? Да. Вы же его убили. Убил. Зачем? Уж больного человеку. Слушай, ты делай, что хочешь. Пиши рапорт и жалуйся. Это какая тебе разница. Все равно ничего не вышло. Мы в очередной раз заявляем, со всей ответственностью, что компания «Нефть» «Транзитпроект» не имеет никакого отношения к финансовой пирамиде. Ты понимаешь, что у тебя в руках было все? И ты все потерял. Потерял ключевого свидетеля, единственную ниточку. Виноват. Если бы не покушение. Если бы не покушение. Если бы сразу вызвали помощь. Если бы сразу привезли в управление. Какая надобность была допрашивать его ночью на стройке? До утра подождать не мог. Не мог. Утром следователь, адвокаты, я не смог бы оказать никакого давления. Хорошо-то на него надавил. В самый раз. Очень отличиться хотел? Или есть другая причина? В общем так. Так, свидетель умер. Не без вашего прямого участия. Кто-то за это должен ответить. Вы что-то хотели сказать? Нет. То есть да. Да, я хочу сказать. Гоголев, пойди покури. Пойди, пойди. А мы тут с девушкой без тебя пообщаемся. Присаживайтесь. Ну, в общем, ситуация у нас простая. Либо виноваты оба, либо кто-то один из вас. Как вы считаете? Гоголев. Ну, что, товарищ полковник? Ты что, спишь, что ли, с ней? Она сказала, что одна во всем виновата. Да вы же понимаете. То, что я понял, я тебе сказал. Завтра будем разбираться. А сейчас валите отсюда оба. Стой. Мне сейчас звонили, тебя ждут в конференц-зале. Серьезные люди хотят поговорить. Сбылась ваша мечта? Меня уволят. Эх, Ремезов, Ремезова. Ты знаешь, сколько раз меня увольняли? Работать-то кто будет? Вы, Юрий Васильевич? Не, не, Ремезов, я не буду. Я не люблю работать. Поэтому моя мечта, это как раз, чтобы тебя не уволили. Любовь и работа основа нашей человечности. Данилов Александр Викторович, вице-президент компании НТП. Видел, как вам помидором засветили. Охрана-то подкачала. Что ж, всякое бывает. У нас рискованный бизнес, у вас тоже. Так что, я надеюсь, мы сможем понять друг друга. А давайте я угадаю. Если я воскрешу и Кобова, то получу 200 тысяч евро. Нет. Но если он успел сообщить вам что-то действительно очень интересное, мы вам будем очень признательны. А ничего не успел. Тупо помер. Такой же расходный материал в чужой игре, как и я и все прочие. Но не вы, конечно. Вы-то настоящие игроки. Так что, вряд ли мы с вами поймем друг друга. От чего же? А то, что не ради вашей признательности корячился. А что? По долгу службы, что ли? Да я, может, лет 15 мечтал, что этих или таких же других высажу и поймаю. Я знал, как это сделать. Я людям деньги верну и жуликов посажу. Я знал, я готовился. Но не вышло. Не вышло. Таких, как вы, никогда не сажают. Вы ничего не перепутали, господин Гоголев? У нас честный бизнес. Не мы это устроили. Наша репутация пострадала. Ваша чего? Репутация? Репутация то, что у вас люди думают. Помогли бы лучше тем, кто из-за вашего гребаного тендера потерял все. Вот вам и репутация. Какие же вы все-таки тупые. Да он спятил, по-моему. Нет. Переоценили мы этого Гоголева Александровича. Он гений. Что? Так и надо сделать. Это будет колоссальный промоушен. Я не понял, кто он? Он гений. А ты нет. И хотя мы не виноваты в мошеннической деятельности фирмы-двойника, мы все равно считаем себя ответственными за сложившуюся ситуацию. Поэтому нами принято решение компенсировать всем обманутым вкладчикам их потери. Для нас самая главная ценность это люди. Для людей мы и работаем. Для людей мы и прокладываем нефтепроводы. Для людей и строим нашу страну. Браво! Молодец! Я буду успею. Передайте. Спасибо. Сынок! Спасибо тебе. Спасибо. Есть у нас и все в России люди! Настоящие люди! Вот они! Спасибо. Спасибо. Что вы делаете? Подождите. Ну что, нас обоих уволят? Не знаю. Уволят правильно сделать. Журиков не поймали, деньги не нашли. Как бы там ни сложилось, я хочу сказать, что я была не права. Просто это смерть и вообще я не привыкла еще. Да ладно. Нет, правда. Простите. Я видела, как вы Якубова заслонили от пуль. И вы замечательный человек. С вами очень приятно работать. Да не такой уж я замечательный. В 94-м мне отец от инсульта слег, когда мы все деньги в такой же пирамиде потеряли. На квартиру копили. Умер он через пару лет. До полтинника не дужил. он все думал, что виноват, что семью подвел. Хороший был мужик Баде. Вот так. Так это и был ваш личный мотив? Если бы семью не задело, я, может, и не напрягался бы так. Вы бы все сделали точно так же. Вы сами себя не знаете. Ты много знаешь. Зачем всю вину на себя взяла? Детский сад какой-то. Имей в виду, старший всегда отвечает за подчиненного. А из-за твоих слов Шаров подумал, что мы с тобой спим. Ну так давайте сделаем это. Чтобы он зря не думал. Ты. Я вас люблю. Максим Сергеевич. Не поняли. Тогда можете ничего не отвечать. Просто имейте в виду. На всякий случай. До встречи. Мне действительно было очень приятно с вами работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok